Приближение 9 мая одесситы ждали с настороженностью, предупреждали возможной провокации. Тем более, что вышиванковый марш ко Дню Победы был анонсирован в Фейсбуке Автомайданом, организацией с, мягко говоря, неоднозначной репутацией. О том, как в итоге в Одессе прошел так называемый вышиванковый марш, в нашем сюжете. О том, что возможны провокации на День Победы, говорили активисты антитрухановского Майдана. По их словам, организаторы этой акции не вызывают доверия у представителей патриотических сил. По известным причинам. Там зараз будет много сепаратистских людей с героевскими стричками. И в ту же самую мить туда приходят простые женщины в вышиванках. Чем это может закончиться? Я считаю, что это провокацией. Тем более, что анонсировали этот захід Автомайдан, люди которого 26 числа тут разгоняли антитрухановский Майдан и поколечили людей, двое людей поколеченных. Поэтому я закликаю людей не вести себя на это и ни в каком разе не идти на эту акцию. Возле памятника Дюку собралось несколько десятков человек. Агрессии они не проявляли. Их цель была одна – прийти к памятнику неизвестному матросу и возложить цветы, почтить память тех, кто сложил голову, сражаясь в войне. Как это и были привлечены добровольцы, сражающиеся сейчас на востоке Украины. Мы обеспечиваем правопорядок, чтобы не было провокаций со стороны полицейских сил. Примерно в 12 часов проукраинские активисты выдвинулись к памятнику неизвестному матросу. Там их уже ждали сторонники так называемого «русского мира» и внушительные силы правоохранителей. Стоит отметить, полицейские моментально пресекали возможные провокации. Людей, которые выкрикивали неоднозначные лозунги, люди в погонах изолировали. Мы под Москвой, и нас не трогайте. Вот так вот. Никто вас не трогает, не собирается. Я вас прошу немножко в том, что все нормально. Что за колонна? Ну вот, это колонна. А, ребят? Да, если можно, поднимите. Погон победы, а, висит! Погон победы, а, висит! Позор! 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 Нет, мы за вас. Смехните скоро! Дерьмо! 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 Похороним вас, мальчик! Мы шибаем как-то! Ну подойди, скажи на камеру, пожалуйста. Я потом скажу, я потом скажу. Я потом, когда наше время придет, я тебя скажу. Пашисты! 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 Предатели! Однако, несмотря на непростую обстановку на Аллее Славы, закончилось все без особых эксцессов. За это хочется поблагодарить наших одесских правоохранителей. Праздник в драму не превратился. И хочется напомнить, настоящий традиционный марш вышиванок, именно марш вышиванок, пройдет в Одессе 21 мая. Ждите анонсов в социальных сетях. Анатолий Косин, Юрий Шинкаренко, Евгений Войтенко, телекомпания Круг.